Что лучше, отпуск на популярном курорте или отдых вдали от суеты? Разобраться в этом вопросе мы постарались в следующем сюжете. Он о семье путешественников, которые разрабатывают собственные туристические маршруты. В своей экспедиции Мухараши выходят вместе с детьми. В этом году семья в полном составе отправится в Ленинградскую область, чтобы на катамаране обогнуть самое большое озеро Европы. Об отпуске под парусами расскажет Наталья Акст. Кто-то предпочитает пляжный отдых, где все включено, а кто-то любит расправить паруса и насладиться красотами родной страны. Совсем скоро на этом катамаране под названием Чугас в свое трехнедельное путешествие по Ладожскому озеру отправится многодетная семья из Ханты-Мансийска. Это люверс, через который у нас будут здесь резинки с крючками стоять. Не будет притягивать. За день до отправки в отпуск у Ильдара Мухарашева много дел. Путешественник со стажем вносит последние штрихи на своем катамаране. Устанавливает новый тент, чтобы защитить семью от непогоды на Ладоге. Вот это все складывается, в режиме кабриолета. Когда холодно, дождь, мы сейчас имеем возможность закрыть. И не мерзнуть раньше такой уникальной возможности не было. Дождь так дождь, все промокли. Ну кто как оделся. Новым парусным катамараном Мухарашево обзавелись два года назад. Его вместительность и скорость решили оценить в многодетном путешествии по Байкалу с друзьями. Тогда в июльский поход отправились трое взрослых и пятеро детей. До озера добирались на микроавтобусе с прицепом. Уже на месте собрали катамаран и прошли за неделю больше 500 километров. В пути застали штиль, дождь, грозы и даже шторм. Абсолютно безопасным не бывает ничего. Но мы сегодня стараемся и подготовить судно, максимальное снаряжение, чтобы это было действительно отвечало нашим представлениям и претензиям к требованиям безопасности. И вы можете посмотреть, там сейчас лирные ограждения сделаны, смонтированы треноги. То есть дети могут спокойно перемещаться на ходу и никто уже никуда не выпадет. Раньше этого не было. Ну конечно, это спасательные жилеты, без них никуда. То есть дети по катамарану вообще не могут перемещаться без спасательных жилетов. К слову, детей у Мухарашевых четверо. Старший сын и три дочки. Самой маленькой путешественнице всего 9 месяцев. В таком составе они проведут свой отдых на катамаране впервые. Сбором вещей и провизией мама Оксана начала заниматься за несколько месяцев до отъезда. Мы дорабатываем, все максимально укомплектовываем, так, чтобы было всем удобно, комфортно. Но опять-таки это не сравнить с all-inclusive. Свой такой относительный комфорт. Так, в походе любимую кухню заменит рундук из ламинированной фанеры. В нем помещается газовая горелка и вся нужная утварь. Походная кухня, да, она именно для катамарана делалась. И горелка помещается вниз для того, чтобы можно было готовить в период качки. Можно кастрюлю поставить и закрыть вот так вот. И вообще там варится с закрытой крышкой. Она не оплавилась нигде и не загорелась ни разу за период эксплуатации. Здесь все, что нужно в первую очередь для готовки. Специи, доски, ловушки, вилки, ножи, масло. У меня две кастрюльки, и все в одном месте помещается. Отличная открывающая игрушка для ребенка. В дорогу семья возьмет спагетти, различные крупы, овощные закрутки и, конечно, тушенку. Из нее будут готовить супы и вторые блюда. Овощи и фрукты планируют докупать во время стоянок. Впрочем, многодетная мама должна думать не только о том, как всех накормить, но еще и как отмыть юных туристов. Это наш походный душ. Это пакет черный, который вешается, набирается вода, вешается, он нагревается от солнца. И потом вот такая вот леечка, под которой можно помыться. Приключение югорчан на Катамаране начнется на следующей неделе. Почти за месяц они планируют пройти порядка 750 километров вдоль берега самого крупного озера Европы. С детьми комфортно до 50 километров в день проходить маршрут. Потому что на Байкале у нас были примеры, когда мы по 100 и по 120 день проходили, но это уже перебор. То есть детям все равно им нужно бегать. Самое оптимальное является это выйти с утра пораньше, пока они еще спят. Спим мы на Катамаране. У нас есть ходовая палатка-рубка. Это действительно в условиях какой-то инфекции очень безопасный способ проведения отпуска. Для нас очень важен процесс вот этого приключения, путешествия, природы, которая нас окружает. Потому что невероятно красивые места и очень важный воспитательный момент. То есть поход это совсем другой мир, это другая обстановка. Это другое поведение детей. Это другая вселенная. Другая вселенная. Ильдар и Оксана обожают активный отдых. Они даже свои отношения начали в совместном походе. Появление детей авантюризма не поубавило. Семья начала практиковать велотуризм, а затем стала ходить на Катамаране. Его купили специально для проекта Океана и моря России под парусом. За несколько лет глава семейства с единомышленниками планирует пройти по всем морям, омывающим нашу страну. В прошлом году югорчане совершили парусный поход на Шантарский архипелаг по Холодному Охотскому морю. Здесь им посчастливилось увидеть стаю китов. Ключевая задача в этом году – это пройти местами боевой славы. Для нас это такой важный момент. Снять определенные видеоматериалы, рассказ сделать по истории сражений на Ладожском озере, Ладожской флотилии во времена Великой Отечественной войны. В планах многодетной семьи покорить не только российские моря и озера. Мухарашевы мечтают вместе с детьми совершить более масштабное путешествие – кругосветное. Только для этого уже понадобится яхта. Наталья Акст, Александр Шелдиков, Юрий Горьев. Специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова